Культурная реконструкция. К открытию готовится главная сцена Бендер. Зрительный зал городского дома культуры полностью отремонтировали. Установили новые кресла и современное оборудование. Работы по ремонту Дворца культуры имени Павла Ткаченко завершаются. Последний капитальный ремонт здания был 30 лет назад. С этого момента никаких глобальных ремонтных работ не проводилось. И только в 2019 году было принято решение обновить сцену, зрительный зал, кровлю над залом, а также произвести ремонт водопровода, системы отопления и энергосбережения. Мы находимся на сцене этого замечательного дворца, который построили в 1962 году. Ну и практически с этого момента он не видел ремонта в таких масштабах. Это прекрасный подарок для нашей самодеятельности. Ну и, конечно, это будет приятно, я думаю, что и для остальных профессиональных артистов, приглашенных артистов, которые будут приезжать к нам в гости, которые будут использовать эту площадку для своей гастрольной деятельности. Отремонтирован механизм вращения круга сцены. Полностью заменен деревянный настил. Установлено новое световое и звуковое оборудование. Восстановлена система автоматического тушения пожара на сцене и противопожарная сигнализация. Зрительный зал тоже преобразился. Отремонтированы стены, пол и потолок. Поставлены новые двери. Зрители теперь будут сидеть на мягких и удобных креслах. На потолке новые люстры из России. Были люстры тоже хрустальные, но не старого такого образца. Их хотели отреставрировать, но потом в конечном итоге принято было решение все-таки закупить новые. Поэтому заказали на фабрике гусь хрустальный данные люстры. То есть они хрустальные, реально. И вы видите, какой у них вид. Это просто красота. Даже одними люстрами уже можно любоваться. Сцена и зал отвечают всем современным требованиям, как в техническом, так и в эстетическом плане. Уже совсем скоро Докат Каченко распахнет двери, чтобы принять долгожданных зрителей. И не в онлайне, а в реальном формате. Предполагается, что в первой половине мы покажем театрализованное шоу. Не буду раскрывать подробности. Это все увидеть нужно. Дальше, конечно же, будут поздравлять и честовать наших женщин. Также, наверное, будут отмечать, не наверное, а точно будут отмечать, поощрять всех тех, кто принимал участие в данном ремонте. В ближайшие дни на обновленную сцену выйдет оркестр главного штаба вооруженных сил ПМР, театр драмы и комедии имени Аронецкой, Приднестровский государственный хор и ансамбль танца и народной музыки Виорика.